Сегодня у нас первый видеоролик, наш видеодневник. Мы проходим обучение в учебнике пассивного дома на курсе проектировщика. Вот решили с Александром, что будем записывать каждый день видео какие-то и отвечать на какие-то вопросы. Вот, Александр, есть такой миф по поводу того, что древесный утеплитель имеет там определенные характеристики по теплоемкости. И вот эти вот характеристики дают большие преимущества. Например, летом, когда у нас жарко, когда светит солнышко, этот утеплитель дает преимущества такие, что, допустим, не надо будет ставить кондиционер. Так ли это или не так? Ну, в сравнении, например, с минеральной ватой. Значит, вопрос этот касается, в первую очередь, пансардных этажей, там, где утеплитель в кровле. И все мы должны понимать, что на массардном этаже конструкции может быть минвата, например, плотностью 30 кг. Соответственно, у нее удельная теплоемкость 0,84 кг на кг в Цельсия. У нас эта величина мало интересует. Нас интересует объемная теплоемкость. То есть, когда мы понимаем, сколько у нас реально на метр кубический приходится теплоемкость не на килограмм, а на метр кубический. И здесь мы видим, что, например, минвата у нас получается 25,2 кг на градус Цельсия на метр кубический. Буток, если плотность 50, получается порядка 105. Буток с это древесной теплицей. То есть, видим, что здесь удельная теплоемкость отличается практически в два раза. Из-за плотности, но, опять же, ими можно варьировать, мы получаем объемную теплоемкость, которая меняется в 4 раза, иногда в 3, опять же, или в 2, в зависимости от того, какая будет плотность. То есть, да, это изменение есть, но мы понимаем, что сильно спасти ситуацию это не сможет, потому что нагревается же у нас материал, ну и, соответственно, надо спасать от перегрева какое-то помещение. Например, железобетонное перекрытие, которое внутри пространства будет, да, то есть у него плотность 2500, удельная теплоемкость 0,84, как у ватты. Ну, по факту, видите, объемная теплоемкость 200, то есть в десятки раз больше, чем у этих материалов. То есть, по факту, в первую очередь, все теплоизбытки будут брать на себя более массивные конструкции. Это железобетон, кирпич и так далее. А вес вот этих материалов, он незначительный. То есть, эти конструкции, железобетон, кирпич, там, и аналогично, они более теплоемкие, и в первую очередь заберут все остальное. Ну, и не надо забывать, что, если мы говорим про мансардные этажи, то основной причиной перегрева будет не то, какой материал в пироге. То есть, важно, чтобы была хорошая теплоизеляция, там, 200-300 миллиметров. А то, как у нас решена солнцезащита. То есть, если через мансардные окна, либо просто через вертикальные какие-то окна будет поступать большое количество солнечной радиации, то это на первом месте с точки зрения перегрева. И где-то там, на десятом месте у нас будет отличие между ватой и, соответственно, древесно-волокнистым материалом. То есть, основные проблемы, это надо делать солнцезащиту, делать вентиляцию, использовать теплоемкие какие-то конструкции. А то, что связано с оболочкой, то есть, в любом случае, теплопроводности здесь и здесь примерно одинаковые, поэтому сопротивляться тепловому потоку они будут примерно одинаковы. То есть, плюс-минус, если мы говорим про разность температур. Поэтому вот это вот значение, вроде бы оно здесь наблюдается, но по факту это будет не на первом, не на втором, не на третьем, на пятом, десятом месте. Вот эти данные мы взяли из такой таблицы. Как это называется? Значит, это у нас SP-50, тепловая защита зданий, приложение T. То есть, вот эта табличка начинается, вторая и третья, то есть, то, что нас интересует. Второй и третий столбик, плотность и удельная теплоемкость. Вот отсюда мы взяли. Вот у нас плиты минераловатные, ну, тут различная плотность, мы взяли 30, и удельная теплоемкость. Вот у нас, значит, стекловатта, то же самое, по удельной теплоемкости. Вот древесно-стружечные плиты, ну, порядка там 2,3 там, в этом диапазоне. То есть, если мы сейчас делаем итог, да? Да, а если взять железобетон, то это там 2,500, 2,400. Вроде удельная теплоемкость такая же, но плотность другая. То есть, надо рассматривать, если мы говорим про теплоаккумуляцию или нагрев чего-то, да? То есть, надо всегда смотреть на объемную теплоемкость, а не на какой-то вес, то есть, а не какие-то характеристики, привязанные к килограмму. Потому что куб железобетона весит 2,500, а куб ваты там или вот бутекса весит там, условно говоря, там сотни раз меньше. Вот в чем разница. Продолжение следует...